Потому что на богословия нажимают, на образовательные системы богословские, теологические нажимают, и начинает внедряться новое богословие. О процветании, о том, что Бог это любовь, о страхе Божьем не проповедуется, о том, что Бог может взыскивать, не проповедуется. Это не популярные теории, люди не пойдут в эти церкви, это считается экстремизмом религиозным. Надо новое, свежее, позитивное. Ты включаешь телевизор, все, что ты слышишь, Иисус тебя любит, Иисус тебя ждет, ты самый любимый. Я недавно включил телевизор и слышу, думаю, проповедник призывает к покаянию, большая масса народа, несколько тысяч, и он призывает к покаянию. Если вы хотите принять Иисуса Христа, я внимательно слежу, как проповедник будет призывать к покаянию. К покаянию призывают грешников. И я заметил, когда он молился молитвой покаяния, он ни разу не употребил слово repentance, он ни разу не сказал, что это покаяние, он ни разу в своей проповеднике не употребил слово грех, он ни разу не употребил слово крови Иисуса Христа в омытии грехов. Этих категорий не было вообще. Все, что было в его молитве, я принимаю тебя, Jesus, I receive you, Jesus. Мое имя записано в книге жизни, амин, амин. Все, всех приветствовали, понятие, что ты грешник, понятие, что Иисус умирал именно за твои грехи, понятие того, что если ты не примешь покаяние, тебя ожидает ад. Этих понятий нет в современном богословии, они умирают, они уходят, они непопулярны, они экстремистские. Понимаете? Потом этого проповедника пригласили на интервью, я не хочу называть его имя. И мы конкретно задавали вопросы, почему ваше богословие такое позитивное? Ну он и говорит, я не хочу проповедовать негативное. А как же не проповедовать негативное? Его же масса в мире. Когда Петр, например, проповедует, люди начали кричать, что нам делать, чтобы спастись? Они поняли свою трагичность положения. Когда в Уэльсе проповедовали люди, было пробуждение, время Эмона Робертса, так люди падали, скошенные силой Божией, как пулеметной очередью, со словами кричали, Господь, спаси меня от моих грехов. Вот это время уходит. Современная церковь очень, очень такая адаптированная ко времени, в котором она живет. И не думайте, что я вас буду грузить, просто я буду виноват, и мы, руководители и служители, мы будем виноваты, если мы удержим правду. Мы потеряем помазание, потому что помазание Бог дает только на истину проповеданную. Поэтому я хочу остановиться на важных вопросах. Один раз меня пригласили на Инвиктори, портал, вы знаете, вероятно, это большой, такой самый большой мегапортал в интернете, меня пригласили для конференции. То есть все люди со всего земного шара могли задавать вопросы, я на них отвечал письменно. И там пришел такой вопрос одного человека, я не могу понять, он пишет, как же Бог может убивать? Вот Бог, который сказал, не убей, он пишет, может убивать. И я задумался, и я начал отвечать на его вопрос. И я сказал ему, да, Бог может убивать. Я чувствую, как оно режет слух, Бог может убивать. Да, а кто же потопил первый мир, как не Бог? Бог. А кто излил дождь серный на Содом и Гамор? Бог. Бог сжигал. Кто уничтожил могучую цивилизацию Египта казнями, разными казнями? И первенцев кто убивал? Бог. О, это уже сложно. Это уже сложно. Да, Бог сказал, не убей Израилю. И подразумевая насильственное убийство, насилие, совершенное над человеком, не убей. Но здесь же он сказал, жизнь за жизнь, подразумевая, убей. Если убийца совершил преступление, убийство, убей его, жизнь за жизнь. И это сказал не кто-то, это сказал Бог. Получается, в первом случае не убей. Если убиваешь насильственно, это грех. Во втором случае, это правосудие. В первом случае, бесправно делает человек, во втором случае, дает право Бог. В первом случае, преступление, во втором случае, справедливость, правосудие. И это все были заповеди. И это все были постановления, данные Богом. И я хочу показать вам, друзья, что Бог, он, Бог ревнитель, Бог ревнующий за свой народ. Я хочу сказать, что дьявол очень спрятал от нас, от церкви, от людей, спрятал свою тактику. Тактика дьявола очень хитрая, очень хитрая. На уровне ума и логики мы с ним не справимся. Он нас обманет. Просто Дух Святой поможет нам разобраться в Его намерениях. Я вам хочу прочитать очень важный духовный текст. Послушайте, пожалуйста. Это второе послание Коринфянам, 10 глава. Чрезвычайно важный. Вы просто не можете его пропустить. Второе послание Коринфянам, 10 глава. Я буду читать с 4 стиха. Оружия воинствования нашего не плотские. Во-первых, важно понять, что мы в войне. Это очень важно понять, молодые люди. Не важно, какая тактика. Есть война открытая. Война, где льется кровь. А есть война, если вы интересовались, читали такую литературу, хотя бы Суворова Виктора. Вы понимаете, что есть понятие холодной войны. Есть война, где не льется кровь. Но это тоже война. Скажем, во времена Бонапарта Наполеона считалась такая война, ну, унизительной. Если вы знаете, как солдаты Наполеона воевали, они просто становились в строй и шли. Вам не казалось, что это вообще глупая тактика? В них стреляют, они просто идут. А знаете, почему так было? А потому что для солдата в войне считалось унизительным ухищрение. Тактика, когда прятался. Тактика, стратегия Наполеона была, это ты воин, бери свой штык и вперед. Потом пришло понятие другой войны. Вербовка кадров, шпионы появились. Вот, скажем, 914 год война у России была с Германией. Что получилось? Германия вела очень хитрую войну. Она столкнула два класса общества. Я заканчиваю, не думайте, что я буду в политике. Я просто хочу вам показать, что Германия сделала. Смотрите, она видела в обществе разобщенность. Верхи не могли управлять низами, низы были непослушны, готовилось революционное восстание. И Германия понимала, что чем больше будет ссоры в этих двух классах, тем быстрее мы их победим. Они друг друга убьют. Помните, как в той войне Бог сделал? Что каждый обратил меч один на другого. Потому понятие холодной войны, это очень хитрая, бессовестная тактика. Германия специально ссорила. Ссорила два класса людей. Настраила один на другого. И когда люди начали ненавидеть друг друга и убивать друг друга, пришла война с Германией. И они легко разбивали Россию. И я вижу, что тактика дьявола очень хитрая. Очень хитрая. Понимаете, если он открыто идет против церкви, дьявол, он церкви не одолеет. Он не может ее одолеть. Так сказано в Библии, что врата ада не одолеют церкви. Даже если он все силы бросит гнать церковь, веками истории проверено, что церкви дьявол одолеть не может. За церковью стоит Христос. Церковь сильна. Тем более, когда мы в Барении, как там написано, находясь в Барении, прилежнее молился. Мы прилежнее. Мы замыкаемся, мы закрываемся. Когда враг приходит со стороны, скажем, к вашему дому или городу, люди соединяются. Даже которые враждовали, которые ссорились с соседей. Приходит война, люди говорят, хватит выяснять личные отношения. Враг у ворот стоит. Люди объединяются. Но когда вражда внутри, о, это совсем другое. Поэтому надо понять, что дьявол не ушел, что в Америке нет гонений, в Америке свобода, а в Европе свобода. Дьявол остался. Тактика поменялась. Тактика. И вот здесь он пишет, апостол Павел. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими, то есть этими оружиями, не спровергаем замыслы. Смотрите, куда направлено Божье всеоружие? В замыслы. Замысл. Это именно то, что он задумал. Замысл. В Библии написано, что когда Бог разрушает замыслы коварных людей, то руки их не довершают предприятия. Замысл разрушен. Вы помните историю, когда сирияне воевали с Израилем? И вы знаете, что они, царь сирийский, собирал своих солдат и делал замысл.